Всем добрый день! Делаем третий сток. Готовим под него подушку. Вот у нас здесь Олег несет сухую крапиву и чернобыльник. Веером разложим, делаем диаметр 4 метра. Это крапива. Высыпали 2 пачки соль. Готовая подушка под сток. Олег устанавливает стажар. Один устанавливает. Поэтому он сначала его ставит здесь вот в такую вилочку. Вот, вставляет. Стажар уже придерживается. Дальше еще вот тут 3 палочки для упора. Мягкой проволокой заматывает. Вот такой получился стажар. Землю мы его не вбиваем, не подкапываем, потому что потом сток цепляем и трактором везем. Один нам человек закопал этот стажар. Мы потом сток не могли сдвинуть с места и весь сток развалился на 3 части. Олег начал первый ряд с тога. Копешки укладываются пока по краю. Олег меня спрашивает, правильно он положил? Ну, ты же главный. Так, предпоследняя. И сейчас вот тут в ямку упадет последняя копешка. Вот, Олег подтаскивает. Так вот он подтаскивает. Сужает сток. Да, главное, Олег говорит, выставить окружность. Олег закончил первый ряд. Теперь будет его прижимать в середину так же. Копешка будет перекрывать копешку. И вот он пошел уже с тележкой. Так, нагрузил тележку. Вот, сейчас с помощью такой вот слеги его прижмет, чтобы при перевозке не рассыпалось. И все, никуда, сено. Теперь прижатое не денется. Теперь Олег как ослик. Так, у него тут хомут. Не хомут, а лея. А, у него тут шлея. Он спрягается шу-шлею. Так, мы экономим солярку, да? Скажи, экономим солярку. Так, и вперед. Надо это снять, подожди. Так. Трактор снимет, стоять. Трактор стоит, отдыхает. Лошадь стоит. Лошадь гуляет, пасется. Олег. 100 килограмм сена. И это еще не предел, может, больше тащит. Вот. Но сток мы ставим так, чтобы он был в серединке. А вокруг сена. Так что далеко не приходится ходить за сеном. И вот если правильно сложенная тележка, сена, то она также вот потом спокойно берется по копешке и укладывается. Сейчас уже в середину. И середина прижимает первый ряд, который по краю идет. Вот так вот. Вот. Как сложил, так и разбирает. Конструктор. Главное не торопиться. Главное не торопиться. И не суетиться. Вот. Сток растет потихоньку. Ладно, пойду работать. Надо делать копешки. А то Олег меня поджимает. Сначала делаем волки. А потом уже волки из волков делаем копешки. Волки чем удобно? Что если пойдет дождь, потом их вот легко перевернуть. Они обдуются, и их легко перевернуть. Вчера сток мы не сложили до конца, потому что остальное сено не было готово. Уже Олег его утрамбовал первый раз. Пошел за очередной, за очередной тележкой сена. Еще надо правильно нагрузить вот такую небольшую тележку, чтобы в нее вошло 150 килограмм. Приходи в наш фитнес-центр. Приходи в наш фитнес-центр. Фитнес-центр ломовая лошадь. Фитнес-центр называется ломовая лошадь. Трррр. Сначала осликом поработаешь, потом лошадь. Сначала осликом, это до 100 килограммов. А если выше 100, это уже лошадка. Да. Гром отойди, не мешайся. Продолжается. Опять. Опять по краю, да? А, не докончил ряд. Доканчивает ряд. Ряд по краю в середину. Середина прижимает крайние копешки. А, и так вот, и так далее. Копешка, если встречается сырая, кладем ее на край. Второй день. Не можем закончить третий сток. Ну что, такая вот погода. Сегодня плохая погода. Поэтому стоком не занимаемся. Третий сток уже стоит третий день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова